Кажется, патриотическое воспитание выходит из-под контроля и приобретает совсем уже дикие формы, которыми недовольны не только противники войны в Украине, но и аполитичные родители. Вот, например, чистый кринж. Председатель комитета по патриотическому воспитанию Андрей Насонов гастролирует по школам Тульской области со своими видеоклипами. Да, он поет. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто я вот себя ставлю на место вот тех ребят, которые сидят за партами и слушают вот эту чудовищную песню и думаю, вот после этого исполнения, да, после того, как меня заставили, вот при этом позоре присутствовать и испытывать скорее испанский стыд, да, чем нежели какие-то другие чувства. Что я буду думать о главной теме выступления этого сомнительного товарища? Ну, я думаю, что, наоборот, у меня все это вызовет исключительно неприятие и протест. Дети начинают курить после таких выступлений. В Белгородской области добрались до малышей, а в местных детских садах раздают вот такие вот блокноты безопасности дошкольников. Давайте посмотрим. Задание. Найди мину-лепесток на картинке, раскрась ее. Раскрась те предметы, куда невозможно спрятать мину-лепесток. А еще вот такие стишки. Если обстрел тебя дома застал, скорее за взрослыми спускайся в подвал. Уточню, что это пособие для четырехлетних. Родители, конечно, возмутились. Дошкольникам такая вот безопасность, по их мнению, не нужна, ведь они всегда рядом с родителями. Несмотря на обстрелы, детей в таком возрасте удается держать в вакууме, цитирует одну из мам телеграм-канала «Осторожна новости». Хочется нормальное детство дать детям без СВО. Возможно ли в России сейчас нормальное детство без СВО? Поговорим об этом с педагогом Димой Зицером, который прямо сейчас присоединяется к нашему эфиру. Дима, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Спасибо за сумасшедшее удовольствие, которое мне доставили только что. Еще раз приношу, извинения. Не-не, наоборот, наоборот. Я прям, вы что, я смеялся, не мог остановиться. Да, я имел в виду вот это кринжовое выступление и все остальное. Не, прям прикольно. Слушайте, во-первых, давайте сразу в конец. Если это будет так, то проблем нет, поверьте мне. Сами понимаете, почему вы это уже прокомментировали. Да, а вот главный вопрос, за которым мы к вам пришли. Возможно ли в России сейчас нормальное детство без СВО? Ой, слушайте, ребят, ну, я вообще-то против, как это, тотальных формулировок и таких обобщений. Ну, все возможно. В самых разных ситуациях доказывает жизнь, возможно, многое. Ну, в лагере Терезенштадт в 40-е годы работал театр детей и взрослых, например. Ну, 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 то есть, да, давайте так мы смягчим немножечко формулировочку. Возможно, но в любом случае дети ведь очень зависимы, как мы с вами понимаем. И дети зависят от взрослых. Вот, собственно, и все. Если взрослые этим озабочены, если взрослые думают почаще о том, каким образом уберечь собственных любимых людей от индокстринации, от самого разного влияния, ну, тогда, не скажу, что все в порядке, но тогда шансы на это резко повышаются. А если взрослым привычно забить, уже, извините меня, раньше было забить на одно, а теперь забить на другое, ну, так все так и будет. Дима, а с какого возраста вообще ребенку стоит нужно объяснять, что, ну, вообще-то есть такая вещь, как война, что вот она идет, есть опасности этой войны. Ну, особенно, если мы, например, говорим про детей, ну, там, в Белгородской области, которые, ну, наверное, должны понимать, что такое звук сирены, предупреждающий о возможном обстреле. Нужно, понимаете, какая штука, ну, вот это вот такое, да, значит, в каком возрасте нужно с ними разговаривать, это вопрос такой жестковатый. Если мы одна семья, они очень многое знают, знают от нас. В первую очередь, не нужно от них специально ничего скрывать по версии, то есть, естественно, нужно выбирать формулировки, нужно щадить их. Но так или иначе, если нас дома что-то волнует, нас взрослых, нас родители, они что-то слышат, у них есть право задать вопрос, о котором надо позаботиться заранее, между прочим. Если есть какие-то вещи, которые кажутся нам важными, принципиальными, необходимыми для безопасности, нужно говорить. Нужно говорить, но самое неприятное и самое сложное, знаете, когда с ними разговаривают как обухом по голове. Вот все было хорошо, 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 а теперь, значит, вот, я не знаю что, да, война случилась. Это вообще неправильно. Тут, видите, как вы понимаете, я за последние 9,5 месяцев много раз ответил, в общем, на подобные вопросы. И тут проблема-то какая? Проблема в том, что за одну секунду нельзя поменять взаимодействие в семье. И если принято у людей доверять друг другу и говорить правду, и у ребенка есть право на вопрос, и у родителей есть право позвать его и поговорить спокойно и мягко на самые разные темы, то это, эта тема ужасная, эта тема тяжелейшая, но эта тема возможная, да? Ну, есть много сложных тем. Как говорили с детьми о сексе, как говорили с детьми о смерти близкого, как, как, как. И в этом смысле это, ну, при всем ужасе этого сравнения, это входит просто, вот, так сказать, в рамках этих самых жестких тем. Если речь идет о том, что нужно, так сказать, ребенка поймать и что-то ему срочно сообщить, ну, ну, трудно. Возраст любой, возраст любой, ничего не поделаешь, ребята, у нас действительность такая. А вот конкретная ситуация, и мы, конечно же, сразу говорим, что это родители, которые беспокоятся о безопасности ребенка, о психической безопасности ребенка и так далее. И вот конкретная ситуация тоже вот недавно произошла в Костомуше. Там преподаватель лицея заставил ребенка сидеть спиной к доске, потому что у него на кофте спереди был американский флаг. Родители возмутились этим требованием, значит, стали со школы разбираться. А что делать с ребенком, да? Вот он попал в такую ситуацию в школе, родители на его стороне, но как, что делать? Ну, опять сейчас будет сложный ответ, ничего нельзя поделать. Ребят, эта школа плохая. Это просто плохая школа. Да, со школой разбираться, мы сейчас находимся не в той точке, не в той системе координат. Знаете, много-много лет я давал какие-то советы взрослым, родителям, не знаю, детям. Сейчас не та ситуация, если учитель может себе позволить такое в школе, вероятнее всего он делает это не по собственной инициативе, уходить оттуда нужно. И с ребенком про это разговаривать. И разговаривать про то, что, слушай, мы сейчас, ну, спасаемся в определенном смысле, да, Михаил Михайлович Жванецкий говорил, запах чем хорош тебе, пахнет, отойди. Мы отходим. Мы сейчас находимся, мы, может, не хотим уходить, может, у нас там друзья. Мы не можем позволить себе иметь дело с этим дерьмом, я не побоюсь этого слова. Вот, если по-серьезному, то так. Да, спасибо большое. С нами был Дима Зицер, педагог. Спасибо за короткие, емкие ответы, но такие, мы понимаем, объемные вопросы. Вы смотрите Ходорковский лайф, и это уже хорошо. Осталось только поставить лайк и подписаться на нас, если вы почему-то до сих пор этого не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. А если вам нравится, что мы делаем, вы согласны с позицией нас или наших гостей, комментируйте, если не согласны, тем более комментируйте, мы все читаем.